Так, дорогие мои, всем привет! Мы с вами сегодня снимаем сырки! Кстати говоря, у меня уже есть видео с сырками на канале, в конце видео я вставлю на него ссылочку. Видео я снимала сто лет назад, посмотрите, какая там красивая, худая, молодая. А сейчас мы с вами пробуем сырки. Сырки, ох, мои любимые сырочки из... Раньше-то был Александров, сейчас-то Рост Агрокомплекс. Блин, сейчас. Рост Агрокомплекс. И будем мы их сравнивать с сырками из Кусвилла. А конкретно... Так, сейчас Арине делаю ниббер, чтобы она тут позанималась. Держи. А конкретно с сырками из Кусвилла мы будем их сравнивать, потому что ценовая категория, я вам скажу, ребят, сырки из Кусвилла дороже. Но сейчас вы знаете, что я увидела? Что изготовитель Рост Агрокомплекс. Это одни и те же сырки, похожи, только дороже. Ну ладно, попробуем, сейчас узнаем, что как, потому что, допустим, вот этого нет. Это с белым шоколадом, с фисташкой. Давайте с него, может, нет. Да, ладно, давайте с него и начнем. Белый шоколад, фисташка. Ребят, сегодня вы узнаете тот факт, что я хочу уйти в OnlyFans после прочитанной мной новости. Сейчас расскажу. Так, это у нас сырок. Белый шоколад с фисташкой. Я вообще взяла нож, чтобы резать, но я хочу, ребят, сломать. Сломать все правила. Так, ну что, еще. Ау. Все, так. Я ломаю. Вы смотрите? Реально с фисташкой. По цене рублей, наверное, сто он стоил. Уже офигенно, я чувствую. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно, ребят. Очень вкусно. Послушайте, как я спою. Блонды и брюнетки. Мне не важен ваш ловстайл. Бабки и намарки. Я хедлайнер на пьянке. Короче, знаете что? Спасибо, спасибо. Да ладно, не вставайте, ребят. Не хлопьте, все нормально, нормально. Я сейчас увидела просто это видео у Саши Билэйр. Наверное, правильно говорю? Ну и там типа ее хейтят за это. Спело и спело. А что, нельзя спеть, что ли? Мы в каком веке живем? Дальше? Топово, 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 топово. Здесь фруктики, наверное, лежат. Не обольщайтесь. Давайте дальше. А, я-то хочу, почему? Не буду больше это говорить. Во-первых, ребят, прочитала я новость. Давайте... А, блин, нет. Стоп. Давайте попробуем вот этот в белом шоколаде. От роста. Рост агрокомплекс. Есть такая OnlyFans модель. Я не помню, какой ее зовут, ребят. Выложите новость у себя в ТГ. Заходите, чтобы посмотреть, как она выглядит там. Сучка крашеная. Она за три года работы на платформе OnlyFans заработала... Знаете, сколько денежек? Типа 67 миллионов долларов, что ли. Ладно, девчонки, не надо всем бежать сейчас, чтобы у нас регистрироваться, потому что... Ну, понятно, она такая одна. О, я разрежу. Вот это не так уже не ломается. Боже. Ну, что, как бы, это... Скорее исключение из правил, да, чем правило, но... Тем не менее, там... Ну, как бы, девочка красивая. Красивая девочка. Я бы, наверное, столько не заработала. Ну, кстати, OnlyFans... Там же не только... Там и музыканты, и художники. Ну, и много чего другого там есть. В общем... Девчонка выложила 500 фотографий. 33 видео. И заработала 60, по-моему, 3 миллиона долларов. Я когда это увидела, подумала, вау. Знаете, в чем прикол этих моделей? Что они там не раздеваются. Могут не раздеваться. Могут просто в трусах лифчики прислать фотографию. Типа как на пляже, грубо говоря. И получать за это деньги. Я, кстати говоря, попробовала скачать вообще. Ну, я подумала, вдруг я вам скажу. Ребята, заходите ко мне в OnlyFans. Там я вам буду показывать сырки. Там будем есть с вами сырки. Но что-то я не смогла скачать. Так, слушайте, по поводу... Вкуссвилл вкуснее, чем вот этот. Но он и стоит в два раза дешевле. Вот это прям классно. Слушай, попробуйте вкуссвиллский с фисташкой. Вкусно. Так, как получается? О, получается. Давайте дальше. Я хочу попробовать сырок картошку. Картошечка. Вообще, я обожаю глазированные сырки. Это прям вот моя любовная любовь. Я прям их обожаю. Я вам клянусь, их обожаю. Кстати, ребят, я стала читать сейчас книги опять. Че? И на марки. Так, пробуем. И на марки. Ох, 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 ох. Угощайтесь. Ням. Так, пробуем. Ну, в общем, вот так в нашем современном мире люди зарабатывают деньги. В принципе, класс. Круто. Ну, ребят, это как я хотела стать блогером на ютубе. И типа, что мне все будет шикарно. Так, вы знаете, снимаю фигачу без особого толка, поэтому... Но есть, кому везет, ребят. Есть, кто и в лотерею выигрывает. Тут, что уж сказать. Как, знаете, типа, вероятность выигрыша в лотерее равна ниже, чем вероятность погибнуть в авиакатастрофе. Че-то такое. В общем, это вообще очень-очень-очень-очень маловероятно. Ммм, вкусно-вкусно. Блин. Знаете, шоколад. Каптошка вкусная у Александрова. Очень. Да, да. Давайте попробуем из вкусвилла. И по факту это делается на одном заводе всего. Понимаете, только вкусвилл? Нет. А это первое шоколадье делает. Говорит, питание пастуху. Короче, какой-то московский завод. Вот так. Давайте пробовать. Это немножко будет другой вкус, потому что это не... В общем, делает какой-то другой завод. Ой, смотрите, ну видно, что это прямо картошка, ребятки. Скажите, вы скучали по сыркам? Ой, а это прямо картошка. Это не сырок картошка, это просто картошка. Сырок картошка мне нравился больше. В общем, я... Ну, конечно, завидую, молча курю в сторонке, когда читают такие новости. М-м-м-м, ладно. Кому-то всё, кому-то ничего. Такова жизнь. М-м-м, вкусно. Чарли опять голодный. Чарли есть старинные подгузники. Если я оставляю подгузник на открытом... Ну, просто... Он разгрызает внутренности, ребят. Прикиньте, я не знаю, ваша запаха так делает. Это вообще безопасно. Не знаю. Давайте дальше. Ох. Слушайте, давайте попробую суфле. И сырок с вареной гущёнкой я ставлю на последнее это самое. Суфле очень интересно. Слышала о нём положительный отзыв. Кстати, в конце у нас будут дешёвые сырки. Тоже их посмотрим. Кстати, тоже выпускает Рост и Гракомплекс. Как и вот теперь Александров. Только рецептура за 30 рублей. Если пятёрочки вот эти продаются по 70, то эти продаются по 30. Ну, естественно, на чём-то до экономики. Ох, вообще, девочки, вы видели цены на масло? Я тут последний раз купила масло самое дешёвое в пятёрке, типа за 170 рублей, а остальное всё по 250. По итогу это масло оказалось прям-таки практически маргарином. Ну, ладно, ничего страшного. Так, пробуем. Суфле. Суфле, как суфле. Если любите лёгенькое, можно. Человек, ты ничего не получишь. Он уже съел одну миску арененных фруктов. Так, а здесь у нас лежит, ребят, дальше будет битва сырков со сгущёнкой. Давайте попробуем вот этот вот кокосовый из вкусвила. По поводу суфле. Ну, суфле как суфле. Вкусный, сладенький. Я люблю. Всё равно для меня это Александров, знаете. Вот так вот. Так, это у нас кокосовый. Честно, я обожаю кокосовые сырки. Это вот моя прям вот любовь. Я люблю их очень сильно. Второе место после сырков со сгущёнкой. Такая начинка. Прям там кокосики я чувствую. Вкусно пахнет. Такой кисленький запах. Слушайте, не скажу, что прям кокос-кокос. Боже ты мой. Простите за это. Вкусно. Но честно, не ярко выраженный кокос. Не ярко выраженный кокос. Это меня напрягает. Я люблю, когда много кокоса. Здесь не очень много. Вот, вкусвил с кокосом. Больше всего пока что мой фаворит. Именно фисташковый вкус. Виловский. Потом идёт картошка, наверное. От Рост Игрокомплекс. Ребята, начинается битва титанов. Я картошку доем с вашего поставления. Видели тут чарлика. Картошка просто. Начинаем сейчас есть сырки с сгущёнкой. Приготовьтесь. Мне тут Жака написал огромный такой комментарий. На тему того, что... Женщина часто терпила. Ну, то, что я про шпака говорила. Что, типа, мать терпела. Женщина часто терпит, не уходит. Ребят, ну как-то да. Пока что ещё мы не совсем переломили. Это, что женщины более подвержены... Не то, что не переломили. Женщины, в принципе, более слабый пол. Как это говорилось. Так оно и есть. Что женщин обижают чаще. Давайте начнем. Кстати, вот этот срок дешёвый. Этот дорогой. Что значит дешёвый? Этот, типа, 60 рублей во вкус вилле. Этот 120 во вкус вилле. Или что-то такое. Так. И рост агрокомплекс. Вот он. С варёной сгущёнкой. Он стоит 70 рублей. Так. И вот этот у нас стоит 50 рублей. А вот этот у нас стоит 30 рублей. И, ребят, вот это сейчас мы будем проверять. На вкус. На зубок. На зубок. Давайте начнём с самого... С моего... Не знаю, с... Давайте с дешёвого начнём. Подешевле, который откроем. Искусиво. Просто если, знаете, смысл вообще переплачивать. Ну, так вот, что девчонки более... Более уязвимо. Более их обижают чаще. Более слабее. Ну, да, девочки, вот так. Такие мы пока что. Пока что мы такие. Ну, ничего не поделаешь. Что это поделать? Не знаю. Так, смотрите. Он немножко тут вот... Видно, что шоколад это просто глазурь. Это не шоколад. Блин, смотрите. На эту пипочку, попочку. Просто такой-такой. Вот столько там сгущенки. Это по цене. Давайте посмотрим. Рост игрокомплекса откроем. Рост тоже стоит 70 рублей где-то. Который бывший Александров. Девчонки, я не знаю. Каждый, знаете, решает сама для себя. От воспитания, на самом деле, много зависит. Знаете, нас... Кабу по-разному всех воспитывали. Если кого-то прям... Ну, короче. От воспитания много зависит ребенка. Если учить с детства терпеть, не говорить, то и вот так. От воспитания. От внутренней какой-то своей силы. Не знаю. Кто-то же, знаете, может и девчонок встать и уйти. Говорит, мне не нравится, я пошла, ухожу. Это сильные люди. Не все такие. Ну, и мужчины, слушайте, тоже, ну, как бы, есть, которых девушки абьюзят и так далее. Давайте пробуем на эти 70 рублей. Ооо, другое дело. Майка. Как бы тут разница налицо. Это вот 70 рублей в пятерочке. А это 70 рублей в вкусы. Ну, может быть, 50, но стоит, я не знаю. Такое лучше не брать. Лучше сразу брать такой. Ой, обалденно вкусно, ребят. Ой, там очень вкусно. Моя любовь. Очень хорошо. Рост. Давайте теперь такой же откроем. Рост из Кусвилла. Ну, из Кусвиллский, который делался на том же заводе. Жак, дорогая, у меня как будет настроение? Я поговорю на эту тему. Тема просто большая. Сегодня у меня такое, знаете, видео залетело, поболтало и сбежало. Обязательно обсудим. Может, с Машей обсудим. Вот с Машей, думаю, обсудим. Как так? Почему мужчины нами пользуются? Нашей добротой и любовью. Вообще, раньше был матриархат, вы знаете? Так, давайте. Ой. Так. Открываем. Открываем. Смотрите, красота. Ну, кстати говоря. Ну, хороший слой шоколада. Хороший. Пробуем. Ну, во-первых, он отличается от роста агрокомплекса. Смотрите. Это агрокомплекс, это вкусвилл. Аришуля. Так. Агрокомплекс, вкусвилл. В агрокомплексе больше творога. Вот этот срок меньше, однозначно, по граммовке. Тут чуть больше сгущенки. Или так кажется, потому что меньше творога. Тут больше начин. Тут больше, как бы, сам срок. Что скажу? Девочки, мой вердикт. Рост агрокомплекс лучше, чем вкусвилл. Этот вкусвилл стоит на рублей 100. Вот. Я не буду врать. Я точно не помню. Так. Где? Где? Держи. Я не буду врать. Точно не помню. Этот стоит около 100. Этот дешевле. Этот 70 стоит. Но вот этот вкуснее. Тут жидкая сгущенка. Вкусная начинка. Вкусвиллский немножко имеет разницу. Я думала, что это будет прям тот же срок, который идет с того же конвейера. Нет. Другой. И он. Сейчас. Он чуть более такой вязкий. Но другой. Он другой. Не в лучшую сторону. У меня победитель вот этот. Рост агрокомплекс, который обычный Александров. Давайте еще попробуем. Вот этот вот светлогорье. Ну-ка. Не плохо. Кто пробовал светлогорье, тот знает, что они больше такие, знаете, как творожная масса. Чуть-чуть не мой формат. Тоже вкусно, на самом деле. Но мои вот эти любимые. И давайте самый дешевенький заценим. Он стоит, ребят, 30 рублей. Самый дешевенький. Отстань. Все хочешь? Так. Давайте пробуем. Дешевенький. Мне кажется, этот дешевенький. Можно сравнить. С дешевеньким. Ну, как с дешевеньким. Который стоит 50 рублей. Скусвила. Попробую скусвилом. Да, они одинаковые. Где этот сырок-то? Вот. Они прям одинаковые, честно. Очень похоже. Разница в рецептуре минимальная. Это вкусвил. За 50 рублей. Это рост игрокомплекс за 30 рублей. Тут чуть другая глазурь. Поменяли глазурь. Но рецептура вроде бы та же. Даже вот здесь вы вкусвили поменьше. Сгущёнки. Если нет денег, девчонки. А хочется сырка. Берите вот этот неплохой вариант. Если деньги есть, берите. Мой любимый. Просто агрокомплекс. Который был ее Александров. Бывший. Все. Наелась. Знаете, прям кушаешь его и хрустит. Хрустит это шоколад бельгийский. Чё? Чё? Ребята, всё. Знаете, хоть наше время не идеальное, но оно самое лучшее. Потому что у женщины есть возможность зарабатывать. Зарабатывать даже большие деньги. И зарабатывать, кстати, не только своим телом, но и мозгами. Это тоже очень-очень круто и важно. Что мы теперь не только мамой и домохозяйки, а мы можем быть и бизнес-леди. И даже, вроде бы, даже пилотами мы можем быть. Поэтому, конечно, сейчас не идеальное время. Но самое лучшее, вы сравните, что было сто лет нажат и сто сейчас. Поэтому, когда говорят, вот там, сейчас сложное время для того, чтобы рожать. Ребят, раньше вообще рожали в избах. Врачей не было. Знаете? Потому что сейчас прекрасное время, в котором мы живём. Цивилизация. Поэтому живите свою лучшую жизнь сейчас. Не откладывайте на потом. А так, ешьте сырки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на телеграм в описании. Лайк, подписка. Я вас люблю. Целую. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...